24 и 25 годы объявлены годами культуры России и Китая, поэтому наступающие в ночь на 10 февраля Новый год по восточному календарю будут отмечать и россияне, в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. Но интерес к китайскому Новому году в нашей стране появился уже давно. Сегодня мои гости Татьяна Гудникова, преподаватель Лингвистического института Педагогического университета и астролог Наталья Гривина. А говорить будем о традициях и ритуалах праздника, а также о том, стоит ли вообще нашим соотечественникам верить в восточные гороскопы. Здравствуйте, рада вас видеть. Начнем с Татьяны, наверное. Татьяна, ну вот вы, вы мне сейчас до начала эфира сказали, 5 лет жили в Поднебесной и супруг у вас тоже представитель этой страны. Когда вы впервые отмечали Восточный Новый год, помните, может быть, свои впечатления? Насколько этот праздник вообще значим для китайцев? Ну я вот начала думать, когда же был по-настоящему первый мой китайский Новый год, потому что первый год пребывания в Китае был непростым. То есть я была одна, я работала, я училась. И, честно говоря, традиции, новая культура вызвала немало трудностей и вопросов. И вот, наверное, только второй мой год пребывания, когда я уже познакомилась с людьми, у меня появились друзья и потом молодой человек, я смогла окунуться в эту культуру, потому что без представителей культуры это просто невозможно. Конечно, поражает масштаб, масштаб празднования. Это очень много украшений, декораций, подарков, это парады. То есть люди относятся к этому празднику очень серьезно и готовятся в течение нескольких недель к нему. И самое главное, собираются большими семьями, возвращаются в родной дом, чтобы сесть за стол и все вместе праздновать этот праздник. Ну вот смотрите, когда вы уже вышли замуж, да, и у вас появился супруг из Поднебесной. Какие у вас обязательно соблюдаются ритуалы, там традиции какие-то накануне китайского Нового года или, может быть, в сам Новый год? Ну, перед Новым годом это, конечно же, украшения дома, уборка традиционная. Ну, то есть как везде, как у всех, как у нас. За несколько дней подготовка такая основательная, то есть продумываем меню новогоднего стола. Оно отличается сильно от того, какое у нас меню, например? Да и нет. В чем мы совпадаем? Самое лучшее, самое вкусное, чтобы была рыба, много мяса, фрукты. То есть все, что вот за год мы не можем себе позволить, нужно обязательно, да, приготовить в эту ночь новогоднюю. Далее, конечно, нужно продумать свой образ новогодний, потому что традиционно нужно какие-то элементы с красным цветом, либо которые соответствуют новому году по восточному календарю, например, ну, чтобы был символ, да, Нового года, например, у детей это будет футболка, там, с драконом есть такое, да, в этом году. По украшениям это, конечно, традиционные иероглифы, надписи парные на дверях, фонари китайские, все мы их знаем, да. Вы до сих пор дома, вот вы в России уже живете тоже продолжительное время, как вы сказали, когда ковид случился. А здесь сейчас также отмечаете Новый год именно восточный. Да, да, мы также украшаем дом, то есть наши соседи видят, что мы развешиваем фонари, гирлянды, надписи на дверях, также стараемся, ну, приготовить традиционную китайскую кухню. Ну, очень многие, к Наталье перейдем, очень многие у нас россияне, ну, не в последнее время, достаточно давно уже верят, ну, практически всем, и астрологам, и торологам, и восточные гороскопы в том числе верят, и явно каждый знает в год, какого животного он родился. Вообще, нужно ли нам верить в восточные гороскопы? Или это вообще не наша, не наша традиция, и давайте обойдемся? Ну, знаете, китайский гороскоп, он относится к восточной астрологии, да, но мы являемся как бы больше к западной астрологии, что представителями. Но любые инструменты познания, да, мира, будь они из восточной астрологии или западной, это инструменты вот для познания мира, да, для его изучения. И поэтому любой из этих способов имеет место быть, поэтому как удобно, нельзя сказать, что какой-то хороший, а какой-то плохой. И поэтому основываться, да, опираться на китайский гороскоп можно, если он вам поможет лучше понимать этот мир, лучше познавать его законы. А к вам с запросами по восточному календарю, например, обращаются люди? Ну, у меня таких не было. Смотрите, я читала о том, что, сейчас к обеим к вам вопросам, может быть, сначала у нас Наталья пояснит, потом вы, Татьяна. Знаю, что в Китае гороскоп часто становится причиной дискриминации людей даже, да, например, рожденных в год тигра неохотно принимают на работу, потому что они, я не знаю, но якобы они вспыльчивые. Слышали вообще о таком? А вы знаете, я вот отвечу, что сейчас уже даже есть некая такая статистика, что руководители организации обращаются к астрологам, чтобы при приеме на работу, да, человека, чтобы составить его Натальную карту, посмотреть. То есть это для чего? Даже для того, что, может быть, этот человек может работать в команде, а может быть, ему доверить какое-то направление, которое он будет один выполнять, но он его выполнит классно на сто процентов. Вот это уже, да, есть такое. Ну, это вот просто не конкретно про восточное, например, гороскоп, а в принципе, да? Да, это в принципе, что уже обращаются. А вы слышали о таком, Татьяна? Честно, нет, для меня это большое открытие. Единственное, могу сказать, вот да, согласиться, что, в принципе, нумерология, да, вот о чем мы говорили до передачи, она... Ну, это не нумерология все-таки. Вот именно цифры, да, вычисления, в какой, например, день родился или год человек, и просчет вот этих чисел может, да, повлиять на выбор руководителя, потому что им нужны определенные, если они верят, да, в это доверяют, им нужна определенная комбинация, чтобы совпасть. Понятно. А стоит ли вообще, например, верить гороскопам, вот если говорим о приеме на работу или создании семьи, ну, тому же восточному гороскопу? Ну, опять же, как гороскопу таковому, да, в принципе, это дело каждого, то есть мы будем или нет верить, но составляется... Ну, вот я со стороны астрологии, да, что составляется, опять же, есть, как при составлении карты натальной, это то же самое, как гороскоп, да, человека, то есть совместимости. Опять же, мы смотрим по дате рождения, опять же, мы смотрим там не только дату рождения, а по карте можно увидеть всю, то есть цепочку, да, взаимодействия человека, допустим, в каких-то ситуациях или с каким-то человеком, то есть это можно посмотреть. Вот у нас наступающий год дракона, он чем будет принципиально отличаться от других, да, там, годов животных? Каким-то образом специально к нему надо готовиться? Ну, вот опять же, это из китайского гороскопа, да, что как год дракона, но он связан с таким кардинальными изменениями, как вот в древней мифологии представлялся дракон, да, это существо, которое вот испепеляет всё огнём, да, выжигает, но потом на этом месте появляется что-то новое, то есть как бы своеобразная такая трансформация, как его называют. Но ещё слышу, что называют этот год кармическим, годом кармы. Но опять же, что такое карма? Это наши прошлые действия, да, которые привели нас к сегодняшнему результату. И мы её проживаем всегда, вот. И поэтому сказать, что вот этот год кармы, а следующий год не кармы, то нет. То есть здесь это уже как вот мы прожили, то, что мы делали в прошлом, да, вот он результат. Ну, я знаю, что многие ждут там Нового года, да, какого-то нашего российского или там, может быть, Восточного Нового года, чтобы как-то по новой подготовить себя к следующему, да, хотят там финансовую удачу в семейных делах, да, там, в любовных. Каким образом можно привлечь вот эту самую удачу накануне вот Восточного Нового года? Есть какие-то вот советы, скажем так? Да, это как бы извечный вопрос, да, как привлечь удачу. Но удача, она же для всех разная, да, у каждого своя. Кто-то привлекает вот так, а кто-то совсем другим способом. И вот здесь как раз натальная карта-то и поможет. То есть это, знаете, как своеобразный скриншот неба на момент нашего рождения. То есть то, что заложено, какой потенциал в нас заложен. Вот, ну, здесь общий совет, наверное, дать сложно для всех. Но вот, в принципе, как привлечь удачу, да, это жить по своим ценностям, жить по своим принципам, по своим хочу, заниматься обязательно своим делом, да, ну и тогда удача, в том числе и денежная, не заставить себя ждать. Ну и все-таки, мне кажется, есть какие-то определенные там детали, в чем встречать именно Новый год. Вот Татьяна уже сказала у нас, что в красном надо. Что должно быть обязательно на столе, да, какие-то, какие украшения, какая пища должна быть на столе, чтобы вот эта самая удача, она всегда сопутствовала в наступающем году. Есть такое что-то? Ну, обязательно должна быть рыба сегодня на столе. А почему, почему рыба? А потому что рыба звучит как «ю», удача, счастье, благосостояние, то есть, ну, все вот, что хорошее мы себе пожелаем и близким, да, это вот «ю». Это любая рыба. Любая рыба, потому что по-китайски рыба «ю», то есть, очень созвучные слова, они становятся символами. Поэтому очень много таких моментов в Китае, когда не обязательно фактически что-то, что-то может быть стать символом из-за своего звучания. Что-то еще есть такое, вот, например, ну, в красном мы сказали, что-то еще надеть на себя, нет? Ну, здесь, может быть, опять же, к идее вернемся, да, пельмешки, мясо, это тоже такие мини-символы, то есть, там, и здоровье, и, например, хорошее расположение духа, то есть, каждый элемент на столе, мандарины, да, это все-все символ новой жизни, новых открытий, нового счастья. Поэтому стол очень большой, богатый, и каждое блюдо имеет свое значение. У вас сегодня на столе точно рыба будет? Или что-то вы продумали уже? Сегодня, к сожалению, у нас рабочий день, у нас немножко так все, сегодня будет скромно, но завтра обязательно мы все воплотим, как нужно, по всем традициям, да. А что-то можете добавить, Наталья, в плане, что готовить и в чем встречать? Именно год дракона. Ну, я вот опять же, что, знаете, вот уточню, да, что все-таки для каждого общие, да, есть принципы, но для каждого это вот именно, что, как по его карте, да, увидеть, что тебе нужно сделать в этот год, да, какие действия тебе нужно сделать, чтобы прийти к тому результату, который ты ставишь, цель, который ты ставишь на следующий год. Вот, как не прийти, но это индивидуально. В Китае тоже каждый продумывает свой Новый год, ставит новые цели, поэтому, я думаю, здесь мы совпадаем, да, и мышление азиатское по восточному календарю, какие есть понятия, да, и более западное здесь абсолютно, наверное, мы похожи. А вообще долго длится же празднование Нового года? 15 дней, это большой фестиваль, это самый главный праздник, поэтому там 15 дней, и в каждый день проходят какие-то ритуалы, то есть соблюдаются традиции. А в каждый день разные какие-то ритуалы, да? Да, 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 то есть это не один день, как у нас, наступил Новый год, и все, мы отдыхаем, празднуем дальше. Нет, каждый день имеет свое название, свои традиции, и завершается все праздником фонарей, это большой фестиваль, когда все города, все дома украшаются красивыми фонариками. А фонарики тоже должны быть красными или без разницы? Фонарики могут быть разные, но традиционно, конечно, это красный цвет. А почему фонари, вот почему они тоже должны быть обязательно в Новый год как символ? Ну, фонари, он может быть на фестивале связан с легендами, то есть, например, на вот этот праздник, да, на фонарях всегда загадки, то есть они отгадывают загадки, тоже привлекают удачу, то есть связано с историей очень много. Ну, и свет, красный цвет, отгоняет злых духов, поэтому фонарей очень много, да. А драконы, это же тоже как бы символизирует что-то, да, в китайской мифологии? Ну, китайцы очень любят драконов, драконы – это хороший символ, это сильный символ, это мощный такой знаковый знак. Ну, хороший год будет. Ну, все надеются на это. Ну, мы надеемся на каждый год. Ну, и такой заключительный вопрос, у нас тоже есть такая традиция перед Новым годом, да, вы слышали, наверное, может быть, сами делаете, не знаю, когда берут там бумажечку, поджигают ее и потом кладут в бокал с шампанским, выпивают и загадывают желание. Вот каким-то образом загадать желание в Восточный Новый год, есть такая какая-то традиция, похожая на эту, например, чтобы все какие-то мечты и желания сбылись? Такой традиции нету, да, когда написать на бумажке, что-то сжечь, что-то такое сделать. Здесь больше, наверное, нужно подготовить себя духовно, эмоционально, то есть очистить свои мысли от всего негатива, от всего болезненного, да, что произошло в прошлом году с тобой. И настроиться на новый лад, на новую светлую жизнь, которая вот начнется завтра, с первым днем Нового года. Тех, кто отмечает Восточный Новый год, мы поздравляем с праздником, Татьяна, вас прежде всего. Спасибо. И надеемся, что год действительно будет удачным, несмотря на то, что дракон испекеляет все вокруг. Но зато потом придет новое. Да, придет новое и светлое. А я напомню, что сегодня мы говорили с Татьяной Гудниковой, преподавателем Лингвистического института Педагогического университета и астрологом Натальей Гривиной. Продолжение следует...